Состоялось важное решение. Была утверждена муниципальная адресная программа сноса многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий. В городе осталось не так много площадок, на которых можно вести строительство. И все с надеждой смотрели на дома по улице Зернова, дома по улице Победы Пионерской, что как возможные площадки для развития жилого строительства. На вот этих территориях улицы Зернова и улицы Октябрьского Победы можно будет построить по сегодняшним оценкам порядка 115 тысяч квадратных метров жилья. У нас в год с вами сдаётся от 20 до 40 тысяч. То есть это вот на 3-4 года строительства. При этом будет фактически заменено жильё такое, которое уже не соответствует сегодняшним представлениям о комфортном жилье. Это примерно 35 тысяч квадратных метров. И мы во многих отношениях получим гораздо более красивый, благоустроенный, комфортный город. Здание Зернова 24, общежитие, которое тоже было критикуемым объектом, потому что не отвечало желаниям жильцов. Соответственно, мы приняли все усилия для того, чтобы расселить это общежитие, чтобы людям предоставить другие помещения более хорошего качества. Проживало здесь 40 семей. Сейчас 38 семей переселены. Переселены в разный вид жильё. Это либо общежития по замене были предоставлены наши же муниципальные, более комфортабельные, естественно, потому что это, наверное, самый старый вид общежития, где коридорная система, где одна кухня на 10 комнат, один санузел также на 10 комнат. Люди поехали у нас в общежитие и на Менделеево, и на Зерново в Булочное, и на Куйбышу 21. По желаниям мы, естественно, учитывали. Часть граждан у нас прошли по нашим муниципальным же программам, по выплатам приобрели жильё, если имели на это право и желание. Часть семей мы сподвигли, можно сказать, этим расселением самостоятельно приобрести жильё. У нас 4 семьи сами уехали, приобрели жильё. Ну и были эксцессы, это были и судебные у нас, когда были утрачены права проживания в ходе проверки. Как раз по этому дому были установлены такие факты, и было выселение по решению суда. Сейчас решается вопрос с последними двумя семьями, но там уже практически всё, можно сказать, точка поставлена. У нас с вами есть помещение на Зерново 43, это знаменитая Пицунда, которая тоже хорошая площадка, на которой можно построить новый современный дом. В течение этого года и следующего года мы будем готовить все необходимые решения, для того, чтобы провести аукционы. И следующий период с 2019 по 2025 год, собственно, начнётся строительство на этих двух площадках. Несколько застройщиков рисовали архитектурный облик этого места. Мы с вами понимаем, что здесь с точки зрения коммерческой выгоды не самый лучший участок, потому что, с одной стороны, необходимо решить вопрос со сносом, с другой стороны, есть ограничения по этажности, потому что здесь находится взлётное поле аэродрома, есть глиссада и, соответственно, уровень этажности 3, максимум 4 этажа. Тем не менее, будем стараться находить решение такое, которое будет приемлемым для застройщиков. Поскольку здесь надо сносить старые дома, эта стоимость определённая есть, ожидать, что здесь будут совсем дешёвые квартиры, наверное, сложно. Всё-таки дешёвые квартиры получаются на чистом участке, на количественной, так называемой, площадке, где подведены коммуникации, где есть инфраструктура и где в застройщиках не возникают дополнительные обременения. Тем не менее, будем исходить из того, что здесь не будут запредельно высокими цены, что здесь будет качественное, комфортное жильё по приемлемым ценам. За три года общий уровень инфляции в России составил 25%. Поэтому, если мы хотим попасть в цифру, например, не дороже 60 тысяч, не дороже, 58-60, с учётом возможного дорожания в районе 20% за три года, от начала строительства до завершения, всё равно получится в районе 65, не меньше, 65-70. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...